Давайте мы с вами продолжим. Я напоминаю, что мы с вами сейчас занимаемся вот чем. У нас есть параметрическое семейство f от x, y, которое на некотором множестве, в данном случае это промежуток, при x, стремящемся к x нулевому, сходится к функции f от y на промежутке c, d. И перед нами стоит задача выяснить, при каких условиях функции семейства, обладающие определенным свойством, влекут это свойство и для функции f от y. В прошлый раз мы с вами доказали следующие результаты, что если f от x, y сходится равномерно при x, стремящемся к x нулевому, на отрезке c, d к функции f от y, и все функции f от x, y были непрерывны по переменной y, то тогда и φ тоже непрерывно на отрезке c, d. Значит, был первый результат, и второй результат было его некое ослабление, да, а именно если сходимость при x, стремящемся к x нуль, на интервале c, d, внутри интервала c, d была локально равномерной, я уже записывать не буду, если сходимость более слабая, локально равномерная на интервале, то все равно из условия непрерывности в интервале функции f от x, y следует непрерывность тоже в интервале функции φ. Значит, вот такое простое условие. Значит, сейчас мы с вами поговорим о дифференцируемости, и, конечно, условие будет несколько более сложным, несколько более сложным, но таким же, в общем, как и для последовательности. Итак, вот такую теорему давайте мы с вами сейчас докажем. Итак, теорема. Пусть семейство функций обладает таким свойством, что они все дифференцируемы на отрезочке c, d. То есть вот берем произвольное x, давайте, для любого x из, ну, какой-то окрестности v проколотой точки x0. То есть берем произвольное x, и при этом x, получается, функция одной переменной, она дифференцируема всюду, в каждой точке отрезка c, d. Значит, второе условие. Значит, f от какой-то точки, ну, скажем, y0, сходится к числу f от x0, y0, ну, или даже давайте вот так, просто сходится. Давайте я напишу. Просто сходится куда-то при x, стремящемся к x0, где, значит, y0, некая точка, принадлежащая отрезочку c, d. Значит, в одной из точек, в одной из точек y0, ну, такая функция одной переменной имеет предел. Имеет предел. Вот. И третье условие, конечно, центральное, оно вот такое, что частная производная, вот как раз по переменной y, значит, смотрите, еще раз, берем x, фиксируем, берем производную по y, получается снова функция, снова параметрическое семейство. Значит, продифференцированное вот такое параметрическое семейство. И вот если оно сходится равномерно при x, стремящемся к x0, на всем отрезке c, d, ну, к некоторой функции psi от y, вот, то вот при выполнении этих условий тогда справедливо следующее. Оказывается, тогда и исходное параметрическое семейство f от x, y сходится равномерно при x, стремящемся к x0, на всем отрезочке c, d, к некоторой функции psi от y, к некоторой функции psi от y. Эта функция фи от y, наследует свойства функции семейства f от x, y, значит, она дифференцируема на всем отрезочке c, d. И более того, производная фи штрих от y, это всюду psi от y. То есть, иначе говоря, в этом случае переход к пределу при x, стремящемся к x0, и операция взятия, производная по переменной y, коммутирует. Вот такая теорема, значит, давайте ее докажем. Опять доказательство будет очень похоже, но еще раз вот очень полезно проследить за тем, что будет происходить. Да, и так, значит, смотрите, опять же, первый шаг. Вот надо доказать равномерную сходимость семейства f, не продифференцированного, а исходного. Вот, и обратите внимание, что в формулировке теоремы, значит, в постановочной ее части, значит, никакой функции фи от y нет, она появляется только лишь в последний момент. Вот, поэтому отсюда сразу вывод, что на самом деле надо сначала просто доказать, что параметрическое семейство f равномерно сходится куда-то, куда-то. А смотрите, изначально известно, что оно просто сходится, да еще и только в одной точке. Вот, значит, так вот, а чтобы доказать, что параметрическое семейство просто сходится куда-то, ну, надо проверить условия каши. Условия каши. Вот, значит, соответственно, а для того, чтобы проверить условия каши для семейства f, нужно воспользоваться условием каши для производной. Ну, и тем самым, вот здесь мы сейчас временно забудем, что нам известно, куда это параметрическое семейство сходится. Итак, давайте напишем условия каши для параметрического семейства продифференцированного. Итак, для каждого ε большего нуля, значит, найдется положительное, ну давайте, дельта больше нуля. такое, что для всех х, принадлежащих проколотой окрестности, давайте, в, проколотой окрестности в дельта, точки х0, и для всех у из cd выполняется следующее неравенство. Частная производная по у в точке х, только вот здесь, извините, я 2х должен написать, для всех х1 и х2. Частная производная в точке х1 и у минус частная производная в точке по у в точке х2 и у, и вот эта величина по модулю меньше ε. Вот это у нас дано. Что же еще у нас дано? Посмотрите, пожалуйста. У нас дано, что вот это семейство при х, стремящемся к х0, в точке у0 сходится. Давайте тоже это напишем. Значит, вот для этого же самого ε, но тут давайте я дельта-1 поставлю, дельта-1, а здесь я сейчас возьму дельта-2 больше нуля. Такое, что для всех х1 и х2, принадлежащих дельта-2 окрестности точки х0, выполняется неравенство. Модуль f от х1 у0 минус f от х2 у0 меньше ε. Вот так. Значит, смотрите, частные производные в близких к х0 точке близки равномерно, а значения функции близки в некоторой конкретной точке у0. Ну что ж, давайте оценим теперь приращение функции для произвольного у. Вот давайте берем дельта, равное минимуму дельта-1 и дельта-2. И тогда для всех х1 и х2 из проколоты уже дельта-окрестности точки х0 и для всех у из отрезка cd имеем следующее неравенство. f от х1 у минус f от х2 у. Вот что мы сейчас сделаем. Конечно же, нам надо взять как-то зацепить точку у0. Ну вот, смотрите, давайте мы возьмем и добавим значение функции в точке х1 у0 и х2 у0. Вот что у нас получится. Равно модуль f от х1 у минус f от х1 у 0 плюс f от х2 у плюс f от х2 у 0 и минус f от х2 у 0. Вот так. Вот посмотрите, пожалуйста, ничего не изменилось. Я взял, вычел f от х1 у 0, сразу же добавил. Тут добавил f от х2 у 0, сразу же вычел. А вот теперь я применю неравенство треугольника. Не превосходит. Значит, смотрите, вот добавленное f от х1 у 0 и f от х2 у 0 я соберу вместе. И все остальное соберу вместе. Плюс модуль f от х1 у 0 и минус f от х2 у 0. И минус, а вот это в скобочки соберу, f от х1 у 0 и минус f от х2 у 0. Вот так. Вот что у меня получилось. Ну а теперь давайте посмотрим, что это такое. Вот здесь стоит приращение е, приращение по у, по у, дифференцируемой функции. Посмотрите, пожалуйста, f от х1 у минус f от х2 у. Это, конечно же, дифференцируемая функция. Потому что эти функции, дифференцируемые при каждом х, значит, это как разность дифференцируемых функций. Соответственно, по теореме Лагранжа, значит, дифференцируемая функция допускает соответствующее представление. Вот сейчас давайте мы его и запишем. Равно, пока у меня только знаки равенства. Равно модуль f от х1 у 0 минус f от х2 у 0. И плюс, а здесь будет стоять модуль частная производная по у в точке х1, а здесь будет у 0 плюс θ у минус у 0. Где θ? Это число от нуля до единицы. Но в данном случае это не важно. Главное, что вот эта точка, она все равно попадает на отрезок cd. Вот и все. Больше от нее ничего не надо. Так, и минус df по dy в точке х2 у 0 плюс θ у минус у 0. Ну и, конечно же, надо все это дело умножить на у минус у 0. У минус у 0. Ну и все. Ну а вот теперь давайте посмотрим. Поскольку х1 и х2 лежат в дельта окрестности, значит, они в дельта 2 окрестности. То есть вот это приращение первое маленькое. Меньше эпсилон. Давайте напишем. Меньше эпсилон. Вот. Теперь что со вторым слагаемым? Давайте посмотрим. Вот это разность производных в каких-то точках х1 и х2, которые лежат в дельта окрестности, значит, и в дельта 1 окрестности. А второй аргумент, неважно какой, главное, что это точка, лежащая на отрезке cd. А здесь выполнено условие каши. Значит, будет плюс эпсилон умножить на модуль у минус у 0. Ну и, соответственно, это, конечно же, меньше, чем эпсилон плюс эпсилон умножить на d минус c. Все. Тем самым первая часть теоремы доказана. Значит, последовательность функций, не последовательность, а семейства функций f от xy сходится равномерно на всем отрезочке cd. Так. Давайте дальше. Теперь надо проверить вот эти два утверждения. Мы уже, наверное, привыкли. Мы сначала одно проверяем, а второе и третье сразу в совокупности. Но вот так же мы и будем действовать. Давайте только, как и для последовательности, составим другое параметрическое семейство. Значит, не f от xy. Да, да, да. Ну, применители было каждого. Так. Почему применили? Мы применили к функции переменной y. Давайте я прямо ее напишу вот здесь вот. Мы применили к функции, давайте я ее h назову. h от y равной f от x1y минус f от x2y. Вот так вот. Значит, еще раз давайте посмотрим. Вот эта функция, есть разность дифференцированных функций. x1, x2 фиксированы. Значит, а эта функция и есть разность дифференцированных функций. Значит, все в порядке. И вот ее производная и есть то, что я здесь написал. Есть разность производных. Понятно, да? Так, хорошо. Хорошо. Это хороший вопрос. Действительно, вот это такое очень тонкое место. Значит, сразу уж тогда еще раз повторю. Если вы примените теорему Лагранжа отдельно к каждой из этих функций, то у вас вот эти точки окажутся разными, и ничего вы не примените. Ничего не выйдет. Так, значит, ну давайте еще одну букву я введу. Ну, какой-нибудь g от xy. g от xy, это у меня будет вот что. Это будет f от xy минус f от xy0 и делить на y минус y0. Значит, сразу я хочу сказать, чтобы не было путаницы. Вот это y0 никакого отношения к исходному y0 не имеет, и вообще оно уже не нужно. Значит, посмотрите, пожалуйста. Как только мы проверили равномерную сходимость вообще на всем отрезке, нам больше условия сходимости в какой-то одной конкретной точке не нужно. Зачем это? Теперь y0, какая-то другая произвольная точка отрезка CD. И вот в зависимости от нее, вот от этой точки, мы сейчас с вами составим новое параметрическое семейство, которое вот вычисляется следующим образом. Следующим образом. Значит, это просто разностное отношение. Так, и вот что мы сейчас хотим сделать. А вот мы хотим показать, что вот это параметрическое семейство равномерно в некоторой окрестности точки y0, проколотой, сходится. Ну, к слову говоря, можно доказывать равномерную сходимость на всем отрезке CD без y0. Ясно дело, что в частности и в окрестности все будет в порядке. Вот давайте мы с вами вот что запишем. Значит, итак, вот смотрите, что мы сейчас сделаем. А вот мы сейчас для каждого эпсилон большего нуля, большего нуля, вот мы, кстати говоря, возьмем вот то же самое дельта 1. Давайте возьмем дельта 1 вот именно из этого условия. Мы уже его выбрали когда-то. Дельта 1 больше нуля. И тогда для всех x1, x2 из проколотой окрестности дельта 1 и для всех y из отрезочка CD, ну, без, конечно, точки y0, но потому что иначе 0 в знаменателе будет. Вот мы оценим вот такую разность. g от x1, y и g от x2, y. Давайте посмотрим, что это такое. А это вот что. А это есть f от x, y, x1, y, минус f от x2, y, минус f от x2, y, 0, так, и все это делить на y минус y, 0, вот. Вот. Потом плюс f от x2, y, 0. Где плюс? Нет, вот минус, да, тут в скобочках, конечно, да, конечно. Я специально опять так написал, чтобы применить теорему Лагранжа вот опять к такой функции. Опять к такой функции. Применяем. Получается равно, значит, df по dy в точке x1, y, 0, плюс θ, y, минус y, 0, и минус df по dy в точке x2, y, 0, плюс θ, y, минус y, 0, вот. Да, ну, а y минус y, 0, конечно, сократилось. Ну, и опять в силу выбора дельта 1 имеем, что эта величина меньше ε. Значит, тем самым g от x, y сходится равномерно при x, стремящемся к x, 0, значит, и на множестве cd без y, 0. То есть, как следствие, и в любой, ну, в некоторой, не в любой, конечно, в некоторой маленькой окрестности точки y, 0, проколотой, проколотой. Значит, куда это дело сходится? Ну, ясное дело, куда. Да, значит, конечно же, вот к такой величине f от x, 0. Ну, давайте все-таки не f, да, а что у нас там? Значит, не f будет, а φ, да? Давайте, мы, значит, поскольку вот этот предел существует и равномерный, вот мы его обозначили буквой φ. Значит, я здесь сразу так и напишу. К φ от y минус φ от y, 0, и делить на y минус y, 0. Итак, вот параметрическое семейство g от x, y сходится равномерно. Сходится равномерно. Это первое. Второе, что мы про него знаем, про это семейство еще. А что, если я возьму предел при y, стремящемся к y, 0, g от x, y? Так, то он, конечно же, существует, посмотрите, пожалуйста. При фиксированном x, значит, такой предел это просто производная, но он существует по условию, потому что все функции дифференцируемы. существует и равен частной производной по y в точке x, y, 0. Вот. Тем самым, смотрите, что мы видим. Каким свойством обладает параметрическое семейство? А таким, что по одной переменной предел равномерный, а по другой просто есть. Значит, и вывод отсюда. Значит, существуют оба повторных предела, и они совпадают. Давайте смотреть, чему равен первый повторный предел. То есть предел при y, стремящемся к y, 0, φ от y минус φ от y, 0, делить на y минус y, 0. Значит, надо взять предел от того, что здесь получилось. Этот предел существует при y, стремящемся к y, 0. Что это значит? А это и есть определение дифференцированности функции φ в точке y, 0. Значит, он существует и равен φ' от y, 0. Фи штрих от y, 0. Теперь второй предел тоже существует. Смотрите, предел при x, стремящемся к x, 0, частной производной по y в точке x, y, 0. Вот он. Вот от него берем предел теперь по x. Смотрим. Но этот предел по условию есть функция ψ в точке y, 0. И, наконец, оба эти предела равны. Вот так. Ну, что и требовалось доказать. Давайте вспомним, что y, 0 была выбрана произвольно. Значит, вот такая теорема. И сразу же два следствия из нее. Следствие первое. Значит, что же будет в интервале? Итак, теорема. Пусть семейство функции f от x, y дифференцируемо в интервале c, d. Дифференцируемо в интервале c, d. И семейство f от x, y, 0 сходится при x, стремящемся к x, 0. Ну, для некоторой, в некоторой точке y, 0, лежащей в интервале. Лежащей в интервале. Да. И пусть семейство продифференцированное, продифференцированное, сходится при x, стремящемся к x, 0, к функции f от y локально, равномерно внутри интервала c, d. Вот так. Более слабая такая вот промежуточная сходимость. Локально равномерно. Тогда и само семейство функций f от x, y сходится при x, стремящемся к x, 0, к некоторой функции... Так, давайте, чтобы обозначения у нас сохранились, я psi тоже оставлю, а здесь φ. сходится к некоторой функции φ и тоже локально равномерно внутри c, d. Вот так. Локально равномерно внутри c, d. Значит, функция φ дифференцируема в интервале c, d, и ее производная как раз равна ψ. Ну, доказательство стандартное, надо просто воспользоваться определением равномерной исходимости, локально равномерной, отступить от концов интервала c, d, доказать, что на любом компакте выполняются условия исходной теоремы, вот, ну и как следствие, значит, на любом отрезке есть дифференцируемость, все выполняется. Ну, а дальше мы этот отрезок раздуваем до интервала. Вот, значит, это первое следствие, и второе следствие, это уже сейчас мы начнем говорить об интегрируемости. Об интегрируемости. Так. Итак, теорема. Пусть функция f, пусть семейство функций, значит, интегрируема по Ньютону на отрезке c, d при каждом х из некоторой окрестности, проколотой окрестности, точки х нулевое. То есть вот пусть все функции интегрированы в смысле Ньютона. Да, то есть имеют первообразные, имеют первообразные. Значит, далее. Пусть семейство f от x, y сходится равномерно при х, стремящемся к х нулевому, на всем отрезке c, d, к некоторой функции f от y. К некоторой функции f от y. Тогда функция f тоже интегрируема в смысле Ньютона. То есть тоже имеет первообразную. И при этом интеграл от c до d фи от y до y – это есть предел при х, стремящемся к х нулевому, интегралов от c до d, f от x, y, d, y. Вот так. То есть операция взятия предела и операция интегрирования коммутирует. Ну хорошо, значит, давайте докажем, но это элементарно в данном случае. Значит, доказательства. Давайте возьмем такую последовательность параметрическую. f большое от x, y – это есть интеграл от c до y, f маленькая от x, t, d, t. Ну где интеграл, конечно, понимается в смысле Ньютона. То есть что здесь написано? Здесь написано следующее, что f большой от x, y – это ровно такая первообразная функция f маленькая, которая в точке c обращается в ноль. То есть из всего множества первообразных мы взяли ту, которая в точке c обращается в ноль. Ясно, что это наше дело. Так вот, что же мы про это семейство функций f большое видим? Давайте посмотрим, что эти функции f большие удовлетворяют всем условиям. Давайте посмотрим, просто их перечислим и все. Отсюда будет ясно. Посмотрите, пожалуйста. Значит, нам нужно, чтобы все функции f большое были дифференцируемы, имели производную в каждой точке y. Но это просто по определению первообразной. Конечно же, первообразная – это функция, имеющая производную в каждой точке. Все. С этим все ясно. Дальше. Семейство первообразных в некоторой точке должно сходиться. Ну, давайте возьмем некоторую точку c. Смотрите, в точке c все эти функции равны нулю. Ну, имеет место тождественная нулевая функция, она, конечно же, имеет предел при x, стремящемся к x0. Далее. Последовательность производных от первообразных, ну, не последовательных, а семейства. Это и есть вот эта f малая от xy. Конечно же, она равномерно сходится вот к функции f от y. Все. Значит, условия теоремы выполняются. А раз выполняется, то выполняется и то, что из этого следует. А что же из этого следует? А из этого следует и вот что. Что само семейство первообразных f от xy, да на всем отрезке cd, при x, стремящемся к x0, сходится равномерно к некоторой функции φ большой от y. к некоторой функции φ большой от y. Причем эта функция φ большой от y дифференцируема на всем отрезке. И ее производная как раз таки равна φ маленькой от y. Но это и означает, что φ от y это первообразная функция φ маленькая. А поскольку имеет место равномерная сходимость первообразных, то это вот и означает, что выполнено предельное равенство. Да, и так вот в этом случае, конечно же, предел и интеграл коммутируют. Так, ну и наконец, значит, давайте уж, чтобы мы все завершили, давайте про интеграл Риммана я вам тоже уж расскажу. Ну, да, здесь чуть-чуть будет отличаться доказательство, но результат по смыслу ровно такой же. Значит, итак, теорема. Пусть семейство функции f от x и y интегрируемо по Римману значит, на отрезке cd. Ну вот, при x, попадающего в некоторую окрестность точки x0. То есть все функции в некоторой окрестности значит, x зафиксировали, и по y они интегрированы по Римм. Вот такая вот ситуация. И само семейство f от x и y, конечно же, равномерно при x, стремящемся к x0 на отрезке cd сходится к функции f от y. f от y, вот так. Значит, тогда f тоже интегрируемо на отрезке cd. И интеграл уже в данном случае Риммана, то есть предел римманских сумм, предел интегральных сумм, равен пределу при x, стремящемся к x нулевому интегралов от c до d f от x, y d, y. Ну вот так. Ну здесь, конечно, предыдущее доказательство невозможно. Здесь может не оказаться никаких первообразных. Тут уж никуда не денешься. Поэтому давайте докажем независимо. Докажем независимо. Да, значит. Ну и как и в случае последовательности, давайте мы с вами проверим критерий Дарбу интегрированности по Римману и докажем, что вот эта функция фи от y, она действительно интегрированная. Ну давайте проверим. Итак, доказательства. Значит, ну с чего начнем? Конечно же, давайте выпишем определение равномерной исходимости. Итак, для каждого epsilon большего нуля найдется дельта большего нуля такое, что для всех ну давайте или даже можем давайте для всех x значит давайте даже может быть условия каши даже предпочтем для всех x1 и x2 значит нет, все-таки давайте просто определение для всех x попадающих в дельта окрестность точки x0 и для всех y вот у нас имеет место такое вот неравенство. Модуль f от x y минус φ от y по модулю меньше epsilon вот отлично и так вот это у нас верно значит теперь что у нас верно для фиксированного x смотрите вот x мы взяли из некоторой окрестности функция интегрируема интегрируема то есть для каждого x из вот этой проколотой окрестности вот мы его взяли мы его взяли какое-то конкретное фиксированное значит что у нас верно что у нас верно у нас найдется такое разбиение отрезочка cd даже разбиение найдется такое это больше нуля что для любого разбиения отрезочка cd cd с диаметром меньшим это так вот выполняется вот что значит сумма по всему разбиению колебаний функции f от x y на отрезочке дельта k дельта k это отрезочек разбиения вот разбиение так и умножить на модуль дельта k меньше epsilon вот ну а теперь давайте посмотрим что же произойдет с колебанием функции φ давайте мы еще раз напишем что такое колебание значит колебание функции φ на отрезочке дельта это есть суп по всем y1 y2 принадлежащим дельта модулей φ от y1 минус φ от y2 вот отлично теперь смотрите вот я возьму и сюда в эту разность добавлю значение функции f в точке x и y откуда я беру x смотрите x тут никакого нет я его могу сам придумать но вот я и придумаю его ровно из условия что это x просто из окрестностей значит давайте смотреть что же получится и дальше я воспользуюсь и неравенством треугольника и тем что супремум суммы не превосходит суммы супремуму значит вот у меня что здесь будет не превосходит не превосходит по всем y принадлежащим дельта модуль φ от y значит минус f от x y и вот этот суп я умножу на двоечку так и плюс и плюс суп по всем y 1 y2 принадлежащим дельта модуль f от x y 1 минус f от x y 2 вот так посмотрите пожалуйста откуда это загадочное число 2 значит ну ясно дело что надо формально написать суп по y 1 бегающим по дельта φ от y 1 минус f от x y 1 а потом то же самое что для y 2 ну ясно дело что от того что вы напишите y1 y2 или y8 ничего здесь не поменяется это одно и то же число вот отсюда взялась двоечка вот значит теперь смотрите но вот эта величина вот эта величина в силу выбора x это мы x так подобрали x так подобрали меньше 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 ипсил вот так почему да потому что смотрите здесь стоит суп по y принадлежащим дельта а я могу взять суп по всем вообще y по отрезку цд и все равно будет меньше ипсил вот поэтому первое слагаемое это просто 2 ипсил 2 ипсил вот в силу выбора x подходящего вот а вот вторая величина это как раз есть колебание функции f от x y на отрезочке дельта вот что у нас получилось итак колебание функции фи мы оценили через колебание функции f ну и плюс некий небольшой добавочек так ну а давайте теперь оценку завершим оценочку завершим теперь давайте просуммируем эти неравенства по произвольному разбиению t итак сумма по t омега фи дельта к t обратите внимание что это за t t это разбиение вот с тем же диаметром меньшим дельта произвольно смотрите это меньше чем если я буду число 2 эпсилон на модуль дельта k смотрите если я 2 эпсилон буду постоянную величину суммировать и умножать на длины отрезков то ясно дело что получится в точности d минус c d минус c вот а тут будет просто сумма по t колебаний функции f от x y на дельта k ну и конечно это все будет меньше 2 эпсилон на d минус c и плюс смотрите а вот эта величина в силу выбора это оказывается меньше эпсилон вот так итак интегрируемость функции фи доказана поскольку мы проверили критерий дорбу критерий дорбу ну а теперь осталось показать вот это предельное соотношение но это совсем просто давайте мы просто возьмем и вычтем смотрите что у нас будет интеграл от c до d фи от y до y и минус интеграл от c до d f от x y d y ну и вот по модулю эта величина ясна как может быть грубо оценена смотрите ну во-первых разность интегралов это все что интеграл от разности а модуль интеграла оценивается сверху как интеграл от модуля не превосходит интеграл от c до d модуль фи от y минус f от x y d y вот ну и конечно же это не превосходит супремума по всем y принадлежащим c d от модуля фи от y минус f от x y ну и умножить на d минус c вот так вот давайте посмотрим что же здесь написано смотрите ну d минус c это константа а что такое вот этот супремум посмотрите а это же просто величина зависящая только от x раз мы по y к супремуму взяли и она стремится к нулю просто в силу супремум критерия равномерной сходимости вот значит тем самым имеем что вот эта величина при x стремящемся к x 0 стремится к нулю ну и как следствие предельное вот это предельное соотношение доказано так значит вот ну хорошо тогда значит на этом мы с вами завершаем такую так сказать маленькую вспомогательную тему параметрические семейства которая в реальности нам понадобится конечно же для интегралов зависящих от параметра и сейчас вот конкретно уже и перейдем к интегралу конкретно перейдем к интегралу так значит ну что ж давайте я тогда вот здесь сотру вы пока подумайте остались ли вопросы значит сразу еще раз отмечу что конечно теорема об интегрируемости на отрезке не ослабляются так как непрерывность дифференцируемость ну потому что здесь речь идет все-таки об интегрируемости на отрезке а не на интервале так что здесь и в этой теореме и в этой обязательно проверять условия равномерной сходимости на всем отрезке вот ну а вот сейчас мы переходим к самому интересному вот давайте пусть у нас функция f от x есть интеграл от ну давайте а до b ну или даже чтобы сохранить обозначение давайте от c до d f от x y d y вот и вот сейчас мы с вами будем работать именно с такими представлениями итак посмотрите что у нас есть у нас дана некая функция двух переменных двух переменных значит и мы эту функцию при фиксированном икс интегрируем по y ну что такое интегрирование по y значит давайте для определенности интеграл Риммана пусть будет вот это такая длинная-длинная сумма это предел интегральных сумм да то есть вот в каком-то смысле получается такое обобщение понятия ряда да посмотрите значит при каждом значит фиксированном x вот мы должны так вот просуммировать по y просуммировать по y вот ну это такая некая некое конечно упрощение но вот тем не менее и вот вам пожалуйста еще один новый способ конструирования функции смотрите есть функция f от x y пусть даже элементарная пусть даже элементарная вы интегрируете по y ну какова вероятность что вы вот так вот просто сумеете проинтегрировать значит какую-то наугад взятую элементарную функцию практически нулевая вот и вот конечно как правило таким вот способом будут задаваться неэлементарные функции f от x на выходе вот эти представления интегральные как вы потом поймете они еще удобнее чем представление с помощью рядов вот ну и вот наша с вами сейчас задача будет вся та же самая значит постановка задачи как по свойствам функции f малая что-то сказать о свойствах функции f большое далее давайте мы с вами договоримся что скорее всего даже если я в формулировках буду забывать мы сейчас рассмотрим самую простую ситуацию нам ее вполне хватит вполне хватит для всех наших рассуждений когда функция f от x y будет непрерывно непрерывно как функция двух переменных но в данном случае давайте мы пусть есть непрерывность на прямоугольничке a b c d вот так вот такое незыблемое условие вот пусть оно у нас будет и все вот я когда-то буду о нем говорить может быть иногда так сказать и писать но если забыл то вот так оно и будет смотрите что отсюда сразу следует при таком жестком условии конечно же функция f от x y раз она непрерывна как функция двух переменных то она в частности непрерывна в каждой точке x по y ну а как следствие вот этот интеграл можно понимать в любом смысле и в смысле Риммана и в смысле Ньютона это одно и то же согласно теореме Ньютона-Лебница на классе непрерывных функций интегралы Риммана и Ньютона совпадают поэтому когда удобно будем сумма брать Риммана когда удобно первообразно это одно и то же одно и то же вот так ну и вот давайте сразу же сразу же обсудим свойства функции f большое от x вот давайте посмотрим значит теорема значит да кстати говоря конечно же вот при таком жестком условии когда f от x y непрерывно на сегменте cd значит интеграл естественно собственный поэтому часто вот такие конструкции называют собственные интегралы зависящие от параметра вот так вот поэтому и такой вот раздел у нас сейчас с вами он так и называется собственно интегралы зависящие от параметра и вот сейчас мы с вами изучим свойства этого интеграла то есть вот функция f от x она по своему представлению так и называется собственным интегралом зависящим от параметра да так значит итак теорема давайте я еще раз все-таки перепишу это условие пока я про него помню пусть f от x y непрерывно на прямоугольник тогда функция f большое непрерывно на отрезке вот так итак непрерывность в сильном смысле функция f малая влечет непрерывность обычную ну поскольку f от x от одной переменной зависит вот значит интеграла зависящего от параметра ну доказательство здесь конечно очень простое давайте возьмем просто и докажем что для каждой точки x0 из отрезка АВ для каждой точки x0 из отрезка АВ значение f от x близко к f от x x0 вот давайте эту величину просто с вами оценим ну смотрите по определению это есть вот что интеграл от c до d f от x запятая y dy и минус интеграл от c до d f от x0 запятая y dy вот так и как обычно вот как мы только что с вами делали разность интегралов это интеграл от разности модуль интеграл они превосходят интеграл от модуля да вот здесь будет модуль f от x y минус f от x 0 y вот dy ну и конечно же значит вот эта величина стремится к нулю давайте мы с вами вспомним что мы доказывали такое утверждение что если f от x y непрерывно на прямоугольнике то для каждой точки x0 из отрезка b вот такая величина f от x y равномерно при x стремящемся к x0 на отрезочке cd сходится к f от x0 y вот была у нас такая теорема что непрерывность по совокупности в частности влечет равномерную сходимость параметрического семейства ну а отсюда конечно же следует что вот эта величина равномерно мало все значит то есть для каждого epsilon большего нуля найдется дельта больше нуля такое что для всех x из проколотой окрестности дельта окрестности точки x0 и для всех y из отрезочка cd выполняется неравенство модуль f от x y минус f от x 0 y меньше epsilon соответственно для этого же дельта модуль f от x минус f от x 0 меньше чем epsilon умножить на d минус c вот ну и как следствие это и есть условие непрерывности для каждого epsilon найдется дельта так что для всех x из дельта окрестности вот эта разность мала вот значит вот такое вот свойство первое второе свойство похожее оно называется теорема Лейбницы или правила дифференцирования Лейбницы интеграла зависящего от параметра да пусть функция f вместе со своей частной производной частная производная берется по x по параметру по параметру вот эта переменная она как раз и называется параметром по которой интегрирование не осуществляется пусть обе эти функции непрерывны на прямоугольнике вот такое сильное условие тогда функция f большое дифференцируема на всем отрезке и ее производная равна интегралу от частной производной под интегральной функции то есть опять же что мы имеем мы имеем что операция взятия производной и взятие интеграла коммутирует все равно сначала взять интеграл а потом взять производную или сначала взять производную потом интеграл но только обратите внимание так на словах это странно звучит потому что конечно для функции одной переменной это действительно одно и то же но тут обратите внимание что интегралы производные берутся по разным переменам вот все доказательства доказательства а все то же самое давайте мы с Возьмём и оценим вот такую величину. Модуль f от х-0, f от х-минус f от х-0, делить на х-х0 и минус f' от х, даже не f' от х0. А давайте сразу возьмём предполагаемое значение. Мы предполагаем, что это равенство выполняется. То есть, что f' от x0 это интеграл от частной производной. Вот так и напишем. Минус интеграл от c до d, df по dx в точке x0, y, dy. Значит, посмотрите, пожалуйста, что еще раз я написал. Вот тут разностное отношение, и вычитаю я из него как раз кандидатуру на производную. То есть я сразу доказываю и дифференцируемость, и вот это равенство. Значит, x0 это произвольная точка отрезка АВ. Поэтому если вот эта штука сейчас окажется маленькой, значит, все в порядке. Так, хорошо. А давайте я напишу, что это такое. Что это такое? Значит, модуль. Единичка делить на x минус x0. А тут будет интеграл от c до d. Так. А здесь у меня вот что будет написано. f от x, y, минус f от x0, y. Так. d, y. Вот. А вот так. И минус интеграл от c до d, df по dx в точке x0, y, dy. О. Вот. Я просто переписал, что такое разностное отношение. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас имеет место. Посмотрите, пожалуйста. Вот эта функция, вот это есть приращение функции одной переменной, вот при фиксированном y. Эта функция имеет частную производную, ну, то есть производную по x, не просто имеет, а даже еще и непрерывную по совокупности. Но главное, чтобы имела. То есть по этому теорему Лагранжа я сейчас тут могу с успехом применить. Вот давайте я так и сделаю. Применяем теорему Лагранжа. Получается вот что. Интеграл от c до d. А здесь, смотрите, частная производная функция по x в точке x0, x0 плюс θ х минус x0, ну, вот какое-то θ число, естественно, оно и от y зависит, в общем, ну, какое-то от нуля до единицы. Неважно на самом деле. Значит, здесь будет y, вот, вот так вот, dy, и минус интеграл от c до d. А здесь частная производная по x в точке x0. Ну и опять оцениваем сверху интегралом от модуля. А здесь будет модуль частная производная по x в точке x0 плюс θ х минус x0 и минус частную производную по x в точке x0, вот так. Ну, а это, конечно же, снова маленькая величина. Давайте посмотрим, почему. Да потому что частная производная... Посмотрите, пожалуйста, уж не буду еще раз переписывать. Частная производная, смотрите, непрерывно по совокупности переменных. А что это значит? А это значит, что при x, стремящемся к x0... При x, стремящемся к x0... Ну, давайте напишу все-таки. Частная производная по x сходится равномерно при x, стремящемся к x0... на всем отрезке cd вот к этой величине. Очень сильное требование непрерывности по совокупности переменных. Из него, конечно, вот это следует. Нам уже отсюда вытекает, что вот эта величина равномерно маленькая. Правильно? Ну, давайте действительно возьмем для каждого ε большего нуля. Выберем δ больше нуля. Такое, что для всех x из проколотой δ окрестности точки x0 и для всех y из cd выполняется вот такое неравенство. df по dx в точке x,y минус df по dx в точке x0,y. Вот это меньше ε. Ну, а отсюда что следует? Отсюда следует, что вот именно начиная с этого дельта будет и вот такое условие выполняться. f от x минус f от x0 делить на x минус x0 минус интеграл от c до d частной производной по x в точке x0,y, dy. Вот, меньше ε на d минус c. Ну, а отсюда немедленно следует, что предел разностного отношения существует, то есть f дифференцируемо, и производная в точке x0 равна ровно тому, что нужно. Вот. Значит, итак, вот при выполнении таких условий операции интегрирования и дифференцирования по параметру коммутируют. Так, еще, пожалуйста, вопросы. Естественно, да, конечно. Смотрите, если x, это что такое означает? Вот эта запись просто означает, что вот эта точка, она находится на интервале от x0 до x. Вот и все. Здесь ничего более глубокого за этим не стоит. Ну, а раз x в дельта окрестности, то это тем более. Тем более. Да, да, совершенно, вы правы. Вы правы, да. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok